очень лидер он любит его и футболисты и журналисты неплохо говорит уже по-русски тогда правда волнуется у него русско-испанская речь уйдется хороший рикошет и но вот она джамбулат базаев отличный удар рикошет мяч взмыл над голкипером и 1-0 рубин повел на 37 минуте матча ну не даром наверное около стадиона и мечеть расположены и церковь вот нужно было рубину очень нужна была помощь свыше и бесполезно было сейчас александру федоровичу после этого удара прыгать им конечно удар хороший получился базаева и еще раз смотрим стелился там казанцев под катей по моему от его ноги как раз мяч и перелять улица кидают да 18 номер александр кобец максим жавнерчик вот мы говорили о том что этот футболист часто выходит удар гол здорово на опережение действует игрок рубина из ближней штанги а швете добился таки своего как когда-то должно было прорвать эту плотину у михаила швете посмотрите в своем привычном стиле как он забивал в локомотиве не раз он сегодня пытался найти вот этот шанс и нашел его после передачи джамбулата базаева ну что браво базаев гол и голевая передача ну и михаила швете конечно улучшил момент молодец молодец в этом эпизоде но отметил бы конечно неудачное действие игроков обороны белорусского к быть повнимательным потому что таит себе опасность штрафной в такую погоду как бьет базаев мы сегодня с вами уже видели а швете занимает место в стенке и вот посмотрите как выделяется александр лебедев базаев штанга гол снова швете великолепное добивание и 3-0 впереди рубин здорово баяна пробил поворотом мяч в штангу попадает после отскока от земли но тяжело было конечно галкиперы что-то сделать после добивания базаева ваш веке галкипер максимум что мог сделать в этой ситуации до баяна с отскоком вот о чем мы предупреждали вот эти удары издали с отскоком от мокрого газона неплохая статистика в кубке мифа мальчик влагала но тогда